Представители бизнес-сообщества собрались вместе, чтобы сверить часы и обсудить планы по улучшению издвест-климата. Официально эту встречу приурочили ко дню российского предпринимательства. Малый бизнес продолжает занимать новые ниши. Так одна из компаний Чебоксар наладила выпуск сувениров и брелков из дерева. Предприниматели не прогадали. Сейчас они получают неплохую прибыль. По цене, как они проходимы на рынке? Да, очень популярны они, так как развивают моторику и очень покупают. По сравнению с китайскими, если так возьмем, разомно же я... Совершеннее, чем с китайскими. Самое главное, сегодня появилась у молодежи возможность при помощи поддержки Министерства стандартного развития, закупленное оборудование. Скоро в ресторанах и кафе могут появиться роботы-бармены. Это стартап-центра молодежных инноваций. Разработчики уверены, что ноу-хау будет пользоваться спросом. В мире уже появляются автороботизированные бары, в которых как раз работают подобные роботы. Сейчас пока только версия один. В дальнейшем будет, естественно, автоматическая подача бутылок и уже посетитель сам берет то, что ему нужно. На этой, специально подготовленной к празднику экспозиции, фото предприятий с многомиллионным оборотом. Реализовать столь успешные проекты помогают в региональном Минеке. Только в прошлом году ведомства за поддержкой обратились порядка 9 тысяч бизнесменов. Михаил Игнатьев отмечает, что количество предпринимателей в республике растет. Мы вместе с вами 4 года подряд находимся в числе 10 лучших регионов Российской Федерации. Это по вопросам административного давления, по выдаче исходно-разрешительной документации. Если даже касается молодых предпринимателей, которые хотят просто заняться своим бизнесом, и для них открывают площадки, точки, окна для того, чтобы оказать содействие. Эта встреча стала поводом обсудить и проблемы малого бизнеса. Одна из волнующих предпринимателей тем, переход на электронные документы оборот с органами власти. Участвуя в программном конкурсе на деление и получение господдержки, мы довольно-таки много заполняем разных бумаг на бумажном носителе. Как правило, с одного раза этот вариант не проходит. Получается, нужно приезжать еще и еще раз в министерство, чтобы поправлять те или иные огрехи. Этот тренд, вы все сами свидетельны, является, он был задан в конце 2017 года, я имею в виду по церковьизации. Сейчас идет на уровне федерального центра работы, связанная с признанием цифровых документов. В этом и является основная проблема. Признание цифровых документов аналогом, ну и юридически закрепленными, так же, как и бумажным. Мы идем к этому, мы обязательно придем. После дискуссии торжественная часть. Михаил Игнатьев вручил награды победителям республиканских конкурсов среди субъектов малого и среднего бизнеса. Лучшим предпринимателем признали главу крестьянского фермерского хозяйства Валерия Кузнецова. Бизнес-сообщество ждет перемен. Глава региона отметил, что совместная работа органов власти и предпринимателей поможет улучшить деловой климат. Кто с ним и сила экономики? Кто с ним и сглой техники? Кто с ним и правит десятилетия? Кто с ним и народы на столетия? Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова